Шкаф наружного исполнения имеет вентиляцию с обогревом, поддерживающую температуру, тем самым исключает конденсат внутри, щита управления с двух сторон. Вот это и есть исполнение наружное, так называемое. Когда поддерживается приятная температура в шкафу, тем самым исключается конденсат. Конденсат плохо влияет на клеммное соединение, на всевозможные короткие замыкания и так далее. Вот такие шкафы можно ставить на люце, обычное исполнение никак нельзя, по причине, что у нас не предусмотрены все стандарты изготовления наружных щитов. Установка продолжает работать. Видим, как паровоз, на улице минус 5 градусов, клеммаголд. Роторный рекуператор имеет окошко смотровое для того, чтобы контролировать обрыв ремня, тем самым визуальный осмотр. Хотя контроллеры, даже сказать частотные рекуператоры, имеют связь с контроллером, которые показывают обрыв ремня по сопротивлению по электрической части. Основная задача запустить все остальные 5 фруктопов. Главное переходим к остальным. Кстати, вот это вот над горелкой, если вопрос, это, как называемый, байпас. Это фактически тут находится заслонка, находится заслонка, которая просто в ручном режиме, либо закрывает и пропускает, либо открыто. То есть, либо позволяет полностью проходить своему воздуху через нагревацию, либо частично. Это, как бы, стандартные условия работы газовой сгорелок. А, слушай, а что это за конденсат льется, да, с горелки? Конденсат, да? Вот этот конденсат. Вот этот цинизм теплачок, это есть конденсат от лодчик, практически, электронный клапан, который здесь нестилок. Самый талантный конденсат, который теряет конденсат.